Также, используя регулярное выражение, мы можем группировать символы. Это нужно, например, для того, чтобы мы могли использовать метасимвол повтора для какой-либо группы символов, а не для одиночного символа. Также мы можем использовать группировку для того, чтобы переиспользовать группу целиком. Для группировки необходимо использовать метасимвол круглых скобок, в которых мы заключаем, собственно, группу символов, которые бы мы хотели в нашем случае, например, повторить. Тогда под наше регулярное выражение test, заключенное в круглые скобки и с метасимволом звездочкой, мы сначала, конечно же, можем помачить строку test, а также под нее подойдет и строка test. Также, чем близко к группировке, на самом деле, находится метасимвол или. Он используется вот такую вот вертикальную черту. И через или мы можем указать, что нам подходит или данная группа символов, или данная группа символов. Мы можем указать их внутри группы и затем повторить. Во-первых, мы убедимся в том, что наше слово test, test все так же подходит. Однако мы можем заменить одну букву s на одну букву x, например. Убедиться в том, что при этом наше слово тоже подходит. Метасимвол или, по сути, обладает наименьшим пререгетом в регулярных выражениях. Это значит, что если мы, допустим, не используем группы внутри нашего длинного регулярного выражения, мы вставляем символ или, мы поделим наше регулярное выражение на две части, и будем находить либо первую часть, либо вторую. Таким образом, если вне группы мы напишем abc или вся оставшаяся часть, то вот мы разбили наше регулярное выражение на две части, и мы допустим либо abc, либо все вот это вот длинное оставшееся регулярное выражение. Давайте, во-первых, убедимся, что наша строка все так же подходит, а во-вторых, на самом деле подойдет и строка abc. Однако самое замечательное в группах то, что мы запоминаем, какие символы попали в конкретную группу. Давайте с вами проставим здесь пару скобок, мы обернем в группу всю строку abc, и также весь результат, который мы вообще поймали данным регулярным выражением, мы тоже обернем в одну большую группу. А затем у нашего матча мы можем вывести на экран значение метода groups. Когда мы с вами запустим данный код, мы убедимся в том, что, во-первых, строка abc подошла под шаблон, а во-вторых, мы вывели на экран значение трех групп. И каждой группе, которую мы нашли, будет соответствовать паре открывающей и закрывающей скобки. Итак, группа, которую мы вывели с помощью метода groups, они перечислены в том порядке, в котором перечислены открывающие их скобки. То есть наша первая группа, на самом деле, соответствует всему нашему регулярному выражению, потому что под первую открывающую скобку упало все наше регулярное выражение. В второй открывающей скобке или второй группе у нас будет соответствовать маленькая группа, которая содержит себе строку abc, а в третьей группе, у которой у нас ничего не попало на данный момент, соответствует группа, которая должна содержать себе тест или текст. Давайте запустим данный код на другой строке, например, test.txt. Запускаем данный код. И обождаемся в том, что первой группе действительно соответствует все наше регулярное выражение. Внутрь второй открывающей скобки ничего не попало, потому что мы не передали внутрь ничего, что начиналось бы со строки abc. А третьей группе у нас соответствует слово текст. Когда вы используете группы, это символ повторения, то мы запомним последнее вхождение, которое вот у нас было. То есть сначала было вхождение test, затем было вхождение text. Поэтому мы запомнили текст. А если мы дополним данную строку и запишем сюда test, и, например, запустим, мы убедимся в том, что, во-первых, все наше вхождение регулярное, первая группа расширилась, а результат третьей группы это последнее вхождение данного регулярного выражения в нашу большую группу. В нашем случае это test. Давайте определим с вами следующее регулярное выражение, в котором определяем слово hello, затем abc или test, нашей строкой будет hello abc. А затем мы с вами попробуем достать группу, используя метод группы и явно передав индекс группы. Когда мы с вами исполним данный код, мы убедимся в том, что если мы передаем ноль внутрь метода групп, то на самом деле мы получим все совпадение с шаблоном целиком. То есть есть наш match, который описан в match object. А вот если мы укажем единичку, то мы правда найдем содержимое первой открывающей скобки, группы, которая ей соответствует. Но вообще единственный аргумент, который принимает метод групп, на самом деле объявлен по умолчанию, и по умолчанию он не является нулем. Поэтому если мы хотим найти совпадение нашей строки, нашему шаблону, мы можем просто использовать метод групп, не передав в него аргументы. Однако самое замечательное в группировке то, что мы сможем использовать уже найденную группу прямо внутри регулярного выражения. Давайте напишем следующее регулярное выражение. Сначала мы объединим несколько подряд идущих, в нашем случае, буквенных символов в одну группу, а затем мы укажем backslash и единичку. Тем самым мы говорим, что найди нам такую же группу, которую ты уже собрал ранее. Тогда мы сможем допустить слово test, test. В этом несложно убедиться, мы действительно поняли, что наша строка совпадает с нашим шаблоном. Однако мы, допустим, не допустим слово test text, просто потому что текст не совпадает с первой группой, которую мы нашли. Номер, который следует после обратного слэша, соответствует номеру группы. То есть если мы пишем backslash 1, мы имеем в виду первую группу, или группу, которая соответствует первой открывающей скобке. А если мы, допустим, напишем обратный слэш 3, то мы имеем в виду третью группу, или группу, которая соответствует третьей открывающей скобке. Также одним из самых мощных механизмов является то, что мы можем переиспользовать эту группу, в том числе внутри функции sub При этом важно использовать сырые строки для строки, которую мы указываем в замену И тогда вместо строки test-test-cho-cho мы могли бы, например, оставить только первую группу Посчитав, что, допустим, вот это вот все нам не нужно, нам интересует только первое слово Когда мы данный код запустим, убедимся в том, что мы действительно оставили лишь одно слово из пары совпадающих слов Аккуратнее тебе нужно быть с функцией find all Если до того, как мы начали использовать группы, функция find all возвращала нам целиком ту строку, которая подходила под шаблон Теперь она будет возвращать нам именно кортеж групп Если теперь в нашем коде мы бы заменили функцию sub на функцию find all, убрали бы нашу, собственно, замену Когда бы мы запустили, мы бы увидели, что нам вернулся список, который состоит из строки test и строки cho Однако, если бы вместо одной группы использовали бы, например, две Например, мы бы хотели с вами поймать, на самом деле, всю строку, все вхождение нашего регулярного выражения целиком Мы бы заключили наше регулярное выражение в скобки Единичку изменили бы на двойку, просто потому что данная открывающая скобка теперь стала второй Мы бы запустили и убедились в том, что теперь мы поймали кортежи по две группы Первой группой является все наше регулярное выражение А второй группой является первое слово, которое через дефис является удвоенным Таким образом, группировка является очень мощным инструментом Во-первых, мы можем повторять какие-то группы символов Во-вторых, мы можем переиспользовать уже найденные группы прямо внутри нашего регулярного выражения Субтитры создавал DimaTorzok